Здравствуйте! Это наша Новосибирская программа о том, как сделать комфортной жизнь в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Как быть с вывозом мусора в частном секторе? Как преобразится Новосибирск к молодежному чемпионату мира по хоккею? И сколько денег и сил потратили на строительство лучшего снежного городка? Обо всем этом и не только сегодня в программе. На следующей неделе истекает срок, в течение которого новосибирцы могли заключить договор на вывоз мусора. Сделать это нужно было до 21 января. И многие спешили для этого прямо в офис регионального оператора компании «Экология Новосибирск». А были и те, что напротив специально решили не заключать договор. Якобы так вообще не придется платить за вывоз мусора. Отдельная категория – жители частного сектора. Кое-где люди до сих пор не знают, что за реформа такая и откуда за забором появились контейнеры, которых отродясь не было. Разъяснения в нашем материале. Елена Пергаева живет в Пашино. Частный сектор. Дом в середине улицы. До мусорных баков почти километр. До Нового года не было и этого. У нас вообще проблема в частном секторе была с вывозом и вообще выбросом мусора. Потому что в домах там ругаются, как бы нам не разрешают. Поэтому если хорошо есть машина, то мы вывозили. То есть мешочек берешь и на машине вывозишь. Ну а сейчас только единственное непонятное, как это все. Просто бесплатно нам благотворительное. Никакой благотворительности, говорит гендиректор оператора по вывозу отходов «Экология Новосибирск». Платить придется всем. С компанией нужно заключить договор. Ее офис находится почти в центре города. Жителям частного сектора ехать туда не обязательно. Соглашение оформят до 21 января автоматически. Публичный договор заключается в виде оферты. Мы разместили предложение. Все условия этого договора утверждены правительством Российской Федерации. Поэтому он считается заключенным на условиях типового договора, утвержденного правительством. В частном секторе нет управляющих организаций. Поэтому подготовить документы на обслуживание контейнерных площадок и вывоз мусора домовладельцы должны самостоятельно. Если баков не хватает и нет подходящих оборудованных площадок, придется обращаться в департамент энергетики и ЖКХ со специальной заявкой. Валентина Васильева пришла в офис регионального оператора, чтобы лично составить договор на обслуживание контейнеров. Ей так удобнее. До сих пор мусор у нее и всех соседей в округе вывозят по старинке. Просто оставляют пакеты с отходами за забором. У нас каждую среду идет машина. Мы выставляем, они собирают с 9 часов утра, то есть в течение дня. Плату за вывоз отходов теперь начисляют одинаково и в многоквартирных, и в частных домах, и в апартаментах. По количеству зарегистрированных жильцов. Почти по 93 рубля с человека в месяц. Если кто-то не живет по прописке, это надо подтвердить, предоставить экологии Новосибирск справку. Вывоз мусора – это коммунальная услуга, а значит действуют все льготы, что и на другие услуги ЖКХ. При этом право на льготу подтверждать не нужно. Компания-оператор автоматически скорректирует начисление. Для этого у нее есть все данные из базы регионального министерства соцразвития. Отдельная категория – хозяева офисов, магазинов, кафе. Именно из-за владельцев подобных нежилых помещений в офисе регионального оператора еще в начале этой недели было многолюдно. Теперь очередь сократилась. Многим разъяснили, как быть с мусором. Владельцы коммерческих помещений будут платить за квадратные метры. Им нужно составлять заявку на заключение договора с оператором, указать данные о своем предприятии, контейнерной площадке, необходимом графике вывоза мусора. Сделать это можно и на сайте экологии Новосибирск, заполнив специальную форму. Региональный оператор призывает собственников жилых и нежилых помещений. Если внешний вид контейнеров или их количество не устраивает, обращаться в офис экологии Новосибирск. При проблемах с вывозом мусора тоже не нужно молчать. С такими масштабами реформы именно обратная связь от новосибирцев поможет постепенно устранить все недочеты. Между тем, на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами уже перешли полностью или частично 69 регионов. Об этом сообщили на днях Минприроды России. То есть не включились в реформу еще 16 субъектов страны. Самыми активными назвали Московскую, Новосибирскую, Белгородскую, Мурманскую и Самарскую области. Рано или поздно на новую систему перейдет по закону вся Россия. В ближайшие пять лет планируют построить не менее 200 мусоросортировочных заводов. К весне 2019-го правительство собирается освободить региональных операторов от уплаты НДС, что по идее поможет несколько снизить тарифы. К тому же создадут единую компанию-интегратор по переработке отходов, которая будет посредником между региональными операторами и Минприроды. К другим темам. Станцию метро «Спортивное» начнут строить уже в этом году. Одновременно с ледовой ареной, которая примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В рамках подготовки к соревнованию в городе также обновят трамваи, троллейбусы и автобусы. В этом, по заверению губернатора, помогут областные власти. К тому же Новосибирск преобразится внешне. Планируют убрать лишнюю рекламу и торговые точки на улицах упорядочить вывески. Особое внимание при этом по поручению мэра уделят площадям Маркса и Лыщинского. В Новосибирске наградили лучшие снежные городки. Призеры и участники получили почетные грамоты и денежные призы. За первое место 100 тысяч рублей. Сами жители города, вот этого двора или конкретного дома, даже подъезда, которые хотят, может быть и самовыразиться хотят, но на самом деле доставляют удовольствие не только себе, но и окружающим. Смотреть, какие прекрасные городки, какие прекрасные фигуры, выражения лиц, или это поросята, или какие-то сказочные герои, которые показаны с удивительным мастерством, а самое главное с большой, с большой очень душой. И это передается тем, кто там гуляет, прежде всего дети. Конкурсная комиссия оценивала разнообразие фигур, безопасности, даже освещение площадки. Этой зимой во дворах Новосибирска появились 6 нарядных елок и горок, 3 катка, 63 снежные фигуры, сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка и символы наступившего года. Жители микрорайона телецентра, например, соорудили снежных поросят в шубах и на автомобиле. Призовые места авторы этой площадки не заняли, но жюри отметила работу за креативность. Ну, конечно, очень счастливы, довольны. Тем более, никто не планировал бороться, просто получил стихийно благодаря жителям инициативным. Судя по тому, что я вижу, ходят и маленькие, и большие, и даже большие катаются и прыгают вокруг елки. А тройка лидеров в конкурсе выглядит так. На третьем месте городок в чистой слободе от коллектива КПД «Газстрой и эксплуатация», на втором месте управляющая компания первого строительного фонда, которая возвела городок в микрорайоне «Весенний», победу присудили управляющей компанией Новосибирского научного центра. Ее сотрудники построили масштабный городок с персонажами русских сказок и огромной горкой на улице Димакова. Там мы и прогулялись директором компании Виталием Михеевым и узнали, сколько сил и денег нужно, чтобы создать такую зимнюю сказку. Виталий Петрович, насколько я знаю, в прошлом году вы традиционно участвовали в конкурсе на лучший снежный городок, заняли третье место. Тогда захотелось еще раз попробовать уже в 2018 занять первое место. Безусловно, участие в конкурсе это некий стимул, но главное, наш коллектив, все мы очень любим, Академгородок, и нам в первую очередь хотелось бы для жителей Академгородка сделать что-то приятное к Новому году, сделать какой-то подарок. И в прошлом году, и в этом году, и мы эту традицию возобновили, и будем ее продолжать. Мы хотим к Новому году всегда делать какие-то оригинальные, интересные снежные городки. Я думаю, что будет какая-то денежная награда, да? Ну, мы традиционно, опять же, большую часть денежных средств отдаем тем непосредственным исполнителям, которые, нашим сотрудникам, которые работали на городке, которые заготавливали снег, которые формировали фигуры, которые, опять же, охраняли. Ну, кто вложил максимум усилий в эту большую работу. Что в этом году? Какая основная идея у городка? Вот в прошлом году была идея по рассказам Эдуарда Успенского про Простоквашино. В этом году мы не хотели повторяться и решили сделать по мотивам русских народных сказок. И вы видите, тут есть фигуры трое из Ларца, Емеля со щукой. Ну, и у нас всего порядка 14 фигур с русских народных сказок. А как у вас это происходит? То есть, кто придумывает идею? Мы еще в октябре посвящаем одну дирекцию такому вопросу, как какая идея будет в городке в этом году. Смотрим, какие эскизы у нас есть, у кого какие мысли появляются. И в итоге рождается, соответственно, какой-то новый подход, какой городок должен быть в этом году. Давайте поближе посмотрим какие-нибудь фигуры, которые особенно ценные вам. Ну, вот если говорить о снежном городке, который получился в этом году, то мне нравится, что, во-первых, большие фигуры, фигуры красочные. Причем краска очень хорошая, она не мажет одежду детей, которые любят лазить по фигурам, по горкам. То есть, можно без страха подойти, да? Давайте попробуем. Не мажет. Не мажет. Родители могут быть спокойны. Да, да, да. И я хотел бы обратить внимание, что городок снежный, он очень большой. В этом году он еще больше по площади. Он просторный. На нем есть фигуры и для маленьких детей, и для подростков, для всех возрастов. Снежный городок, ну, интересен, удобен, уютен. Он уютен еще тем, что он во дворе, вот в большом дворе, среди больших домов, он защищен от ветра. Мы это место выбрали давно и считаем, что это одно из лучших мест в нижней зоне Академгородка, где можно расположить снежный городок, который вот не продувается. То есть, здесь он традиционный у вас уже? Место намолено, так сказать. Да, он традиционный. В какое-то время предприятие утратило эту традицию. Сейчас мы его обновили. Вообще, вот я смотрю, технически сложные достаточно фигуры. Немножко похожие даже на фестиваль снежной скульптуры, который проходит в Парамайском сквере. Здесь все-таки районный городок. Тем больше удивляет, что тонко некоторые фигуры сделаны. Вы мастеров каких-то? Да, привлекались профессиональные скульпторы. Мы с ними сотрудничаем вот уже второй год и этим сотрудничеством довольны. Как только зашли сюда, я обратил внимание даже не столько на фигуры, сколько на горку. Она такая основательная. Ну, горку мы делаем сами, наши сотрудники делают. У нас есть ремонтно-строительный участок. Там работают тоже мастера своего дела. Горка безопасная, с хорошими ступеньками, с хорошими перилами. Мы всегда делаем одну большую горку, ну, чтобы такая вот горка, на которой можно получить хорошее ощущение, да? Скользит? Она, во-первых, скользит. Во-вторых, вы видите, нет выбоин на льду. Вот. И хотел бы еще вам сказать, что помимо вот этого большого городка, помимо вот этой большой горки и нескольких маленьких, мы во всех микрорайонах нашего академии городка, даже в удаленных таких территориях, как Нижняя Ельцовка, Шлюз, в шести микрорайонах ставим небольшие детские городки снежные, елка, горочка, Дед Мороз, чтобы не только здесь, но и во всех микрорайонах был какой-то уют, какое-то чувство праздника к Новому году. Комиссия что особенно оценила? Что говорят? Ну, у комиссии есть свои критерии. Это количество фигур, это многофункциональность фигур, это красочность фигур, это зонирование для маленьких детей, для детей побольше. Всем этим критериям городок соответствует, как вы видите, и поэтому комиссия однозначно сказала, что это очень хороший городок, и в итоге он стал лучшим в городе. Не все, далеко не все правильщие компании участвуют, видимо, потому что еще и затраты большие. Дорого ли стоит сделать городок? Вот какой-то расклад. Абсолютно точно мы еще не считали, но затрат много и хлопот много, да? Если серьезно относиться и постараться сделать хороший городок, во-первых, надо подготовить территорию, завести снег, значит, поставить короба, наполнить снегом, уплотнить этот снег. Потом уже начинается работа скульпторов. Надо во время работы, он же делается не за один день, а в течение двух-трех недель, надо как-то его защитить от того, чтобы кто-то не разрушил их. Значит, охрана городка, спецтехника работала, оплата специалистов, профессионалов, да, скульпторов. Все это достаточно дорого, ну, по меньшей мере, больше полумиллиона рублей на это все ушло. Виталий Петрович, а как с вандалами? Пытались разрушить? Ну, вот, когда делается городок, конечно, ну, не вандалы, я бы не назвал так, но просто подростки, ребят постарше, значит, мальчишки, им хочется что-то разрушить, залезть куда-то, что-то сломать. Вот, поэтому мы городок защищали, охраняли круглосуточно, вот, пока он создавался. Когда он был создан, когда мы его открыли, когда он стал наполнен детьми, взрослыми, то, ну, во-первых, как-то и мы спокойнее стали относиться, но с другой стороны такой городок, и вот мы смотрим, мы сейчас его не охраняем, но смотрим, что он практически целый, потому что, я думаю, ни у кого рука не поднимается, что-то сломать. Мне сказали, что вы даже специально освещение здесь продумали, да, чтобы было видно городок. Ну, вы знаете, освещение это и для того, чтобы видно было городок, и с другой стороны освещение, у нас же вечереет очень рано, поэтому в вечернее время родители гуляют с детьми, и освещение, в первую очередь, для того, чтобы было комфортно в вечернее время также находиться в городке. Виталий Петрович, а сколько обычно городок у вас стоит вот в таком виде, что можно было им любоваться, пользоваться, кататься с горки? Ну, городок стоит всю зиму, пока держатся низкие температуры, ну, а в марте, когда начинает подтаивать, когда создается угроза обрушения каких-то фигур, нам приходится его сносить. А вы уже представляете, как будет выглядеть следующий городок? Я думаю, что он будет не хуже, безусловно, мы будем участвовать в конкурсе, идеи у нас есть, пока не буду раскрывать эти идеи. Городок, я думаю, будет такой же красочный, елка будет не меньше, открытие городка тоже будет театрализованным, как и в этом году, и он будет просторным. Он будет большим, просторным и для детей всех возрастов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003. Все выпуски программы «Наш Новосибирск» на канале «Новосибирские новости» в YouTube и в группе ВКонтакте. Также слушайте нас на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова